О, какое горе. Каждый хочет стать моим врагом. Моим врагом. Нахуй вы меня позвали, пацаны. Вам же сказали, не зовите больше. Еще один ненормальный подкаст. Короче, пацаны, я сразу хочу стать. Это разъеб, короче. Четвертая, пятая, шестая, да? Четвертая, пятая, шестая серия. Но она лучше. Знаешь, почему она лучше? Потому что это дерзкая тема. Потому что они отошли от этой линии безострадания. Вот, короче, ехали с Ануаром. Я эту мысль озвучил. Что Андрею, скорее всего, понравится второй акт. Потому что то, что ты говорил, что запарили ввести одну тему. Типа Джинкс, why? И он такой, я тоже про это подумал. А у меня это началось с четвертой серии. У меня это началось с четвертой серии, когда я начинаю палить. И просто вижу, что Джинкс уже поменялась. И я такой сижу, палю и такой, по-моему, они все ушли от этой темы. И кажется, Андрею точно понравится. Типа, будет лучше. Не прошлый раз ты говорила. Не факт, что ушли. Неизвестно, как повернут. Ты говорил за эту тему, что типа Джинкс станет мамочкой. Она стала мамочкой, а они так решили изменить. Ну, не мамочки, на самом деле. Она типа старшаяся сестра. Ну, все равно образ уже, типа... Ну, заботливый. Материнский. Ну, как-то менее материнский. Вот такой у них больше, все равно вайп какой-то. Я, кстати, был дружеский, но такой... Кентубаса для тебя. Я, кстати, думал, что это мальчик. А, все. Три серии, я думал, ну, ребенок, наверное. Нет, многие думали, что мальчик, наверное. Там непонятно, что первые эти. Просто в первом акте в третьей серии она... Даже вай говорит Кейтлин, типа, она же ребенок. Я сегодня... А, ну, я прослушаю эту тему. Я своему... Мне же больно. Двух с половиной годовала, модель, как это сказать. Короче, сыну два года и полмесяца, типа... Ну, 2,6, короче, типа. Два года и полмесяца. Два года, да, и шесть, и полгода, короче. Два с половиной года, короче, сыну. Включил Аркейн. Короче, там ситуация была, надо было его отвлечь. А мне надо было посмотреть, сегодня не было времени. Ну, типа, присел. Чего отвлечь? Ну, типа, его захватить его внимание. В чем-то, ну, типа, чтобы он этот... К маме, типа, не лез. И я такой, все, будем смотреть Аркейн, короче. Он такой Аркейн, типа, это куда, погнали, короче. Включай, как первую серию. Ну, четвертый суток. Упав, я уже посмотрел. Нет, и там этот... Первая сцена Кейтлин с этой... Со своей новой подружкой. Пропаганда, пропаганда. Вот, и это про тему пацанов, короче. Я такой, что-то сижу, но я, типа, не знал, против. И он такой сидит на этой паре. Они уже там обнимаются, но, типа, это... И он такой смотрит и говорит, типа, повесь, да, девочка с мальчиком. Я такой, типа, да, девочка с мальчиком. Весь, говорит, целуется. Я говорю, нет, они не целуются. Весь, просто обнимаются. Он такой, а, ну ладно, типа, обнимаются. Это вот к теме то, что ты говоришь, же это. Она, она. Я думал, что это пацан, короче. я в этот раз поменьше буду об этом говорить мне просто жена такому все подумаешь ты же ненавистник а его аргументно все же знают что это же я же бью женщины мы любим женщин обожаю своих детей обожаем нет на самом деле я не жена ненавистник у меня все мои мейны в лоле были женщины кайса мне нравится хороший персонаж вот я думаю про нее будет отдельная потом штука молодой человек который многим из вас не понравился это наш на самом деле близкий друг и его мнение иногда к сожалению да ладно ну давайте тогда наверное опять какие-то общие впечатления я просто сидел вот так вот и не мог оторваться не на секунду от экрана во-первых потому что надо читать субтитры но с этим в целом у меня особо проблем нет но во-вторых читать смысл читать до насыщенность забывали буковый бухов буковые цифры и слава казахстану слова комиссаринг сложно оторваться потому что супер насыщена нас сначала мне казалось это я такой призадумался что они слишком запихали сумбурно и очень много всего что они не смогут это нормально по полочкам раскидать но смогли все таки как по мне не знаю мне кажется они наоборот еще больше добавляют добавляет вот смогут ли они завод следующие три серии раскидать потому что событий на самом деле много потому что сюда они запихали очень много событий но они все упаковались в принципе в какую-то более-менее одну линию не но они опять же какие-то завершились линии исходя там из первого акта здесь самую главную линию пизда страдания развели надеюсь развели но сейчас вот жесткий самый клиффхенгер который вот остается сюжетный вот этот весь этот джейс короче чё с ним стало почему он такой ну типа для меня прям ну ну джейс одна из причин посмотреть типа следующие три серии просто я почему-то уверен что там раскроет чё с ним было где этот хермер дирген на руке у него что-то постоянно пока руна у него какая-то руна что это у меня руны у вот этого на ксианского который жарил их в этом в котле этого назовут риктус да в этом же безумном аксе у него здоровые да я помню в прошлый раз я рассказывал что вот есть целый рунический меч а я помню персонажа вот но типа эти руны а их надо поддерживать в огне или чё помнишь на команду просто его приколюха была потому что ну ривен есть такой персонаж она так не делает просто любит жарить возможно жареные камни обожают и это в целом же все руны и вид также себе когда вырезал тоже рун и когда лечиться пытался вот возможно но тут уже вот какие-то я уже супер эксперты расскажет какая-то фишка налепленная мне кажется так кристалл вот этот хекс таковый но все на него посажем не просто вот по ходу потому что в игре не больше такие типы ну вот именно синие кристаллы это типа а вот вот таких кубешков ну я лично не замечал в игре но мне понравилось появление варвика смотри классно сделали с кровью типа со всей темы вот вот эта кровь кстати она у него так и работает то есть это анимация из игры вот этот кровяной путь который жил когда это не то что отсылка это наверно просто прям к по канону как у сикера да вообще да типа да это он натуре он будет сикер аналог дома короче ну как он смесь тоже там на самом деле только вот эта кровяная фигня у него как у сикера берет он ускоряется до к точке но он не видит на карте вроде ребят не видит сейчас точно не скажу мне понравилось что это что его призывают ну типа кровью синджет он же такой он со скальпелем стоит сначала непонятно я такой думаю ну типа чувак зачем тебе все стараться за ним а потом на руке же просто он что-то вырезаю такую вырезал руну как будто бы я думал там типа как из паразита кто-то лизе я думал знаешь я думал его астам как я думал магия крови к кончится бояться типа знаешь меч из крови он просто капает этот и мне нравится субъектив взгляну что там рисовка такая на дворе просто но прикольно карандашом разукрано вообще это чисто он на кровь синджета клюнул типа он по ходу как ну да что он до него вопроса если у кого-то вот это тоже он чувствует он короче в этом по моему его и прикол то элемент призывание просто его именно его почувствовал наверное и туда заложилась какая-то не ну он же раз по помощи он же и на девчонку он же меру да но среагировал но не так бурно или типа девчонка она дочка это вся кровь идет типа вот всю кровь чувствоваться если у кого-то там соседней хате давление подскочила кровь пошла он тоже типа варвик зарегирует но он думает ни у кого кровь не пошла в тот день у него днк белой акулы брата как днк белой акулы у него чувствует кровь за один километр белой куры нет я же тебе говорю прикинь рядом на районе кто-то поближе вот вот это вот непонятно он походу наверное просто давление устаканится сейчас вот после вот этого выстрела в него типа ну вот это что мы устаканиваться на щепки потому что потому что ну так-то нелогично он типа вот ну он на кровь синджета среагировал а люди типа там бескровные двери мне кажется просто и там же именно там он же не просто себе даже паре сделал у него какая-то есть система наверно он может его постоянно его пичку своей крови ждать там там показывали переливание делал вот это вот я думаю вот поэтому и прибежал же супер точно туда и вот через кучу вообще всего тогда почему девчонка не побежал же проследирует а он тебя ваш только почувствовал и не так как типа и самолик крисовки я думаю мы вернемся да мне дизайн интерес есть прорисовку чесать много дизайн его типа он вот мне интересно он сейчас изменится до своего до своей игровой формы или они опять изменили дизайн персонажа чтобы сделать новый скин потому что у него не должно быть человекообразного я думал что вообще это будет изначально что-то волчьи больше а тут он какой-то такой вот на вот эту летучую мышь похож на этого каноничного человек волк человек ладно universal такой полу типа летучая мышь полу вот кстати летучая мышь тоже есть оттенки я когда него смотрел я вспомнил это вы смотрели это темы нти который вышел они маним какой он был с компьютерной графикой 2000 каких-то газа ты 9 вот что-то он ну а там вот был этот там же польш был бессмертный какой-то этот у него были его сподвижники генералы и вот там один из этих генералов такой огромный он вот жестко похож на варвик тоже типа около такой щерстяная летучая мышь там больно именно башкой прикольно мне понравился дизайн мне должен пожарнуть по предъявник по этому поводу но и видишь специально сделали чтобы угадывался типа этот ванда мне еще и кстати было интересно я думаю сейчас если что-то прям волчьи волчьи то будет ли читаться будет ли читаться будут ли ты прям ликана короче представила типа но я думал да как в другом мире но он его изображали издалека же он выглядит натуре как что он и должен быть таким по идее вну в игре он такой этот волк вот с этими вот штуками всякими пересоберут вот я думаю вот это вот выстрел он тоже разговаривает этот вот там кстати чувак предъявлял мне за меня губить да он грит ольга ольга гид а g3 и вот она мне предъявляла типа за горит в 2017 году у него были реплики да да нифига короче в 2017 году его и переделали поэтому у него нет до 2017 не было лор варвика короче пацаны вот включают чуть экспертности изначально короче это был чувак который сейчас я вам скажу который был наказан богиней сарака там есть такой саппорт и превращен в волка вот за свои злодеяния она саракиса короче у нее есть соратники и ее зовут сарак и вот короче она его превратила волка и он типа за ней по лору гоняется а его не синджит путил там да 2 2 2 его лор то есть вот вот этот от этого лора отказываются делают второй лор они синджитом кинты друзья они оба там какие-то ученые я не помню вот это я точно не могу сказать и синджит ему делает зелье и он вот превращается волка с помощью зелья синджита в итоге чтобы усилить это зелье короче ему необходимо сердце сараки и он начинает снова за ней гоняться и там что-то идет не так вот это зелье синджита он выпивает и он навсегда остается этим волком и вот у него остается в голове что типа двигаться за 40 синджит ты шаришь за эту тему корень дуба щит ревик да это тоже кстати переделанный лога да да это вот я вот и хотел сказать что это вот сейчас они прям переписывают что это бывший это отец арианы есть вот ариана есть персонаж вот эта девочка которую показали она должна стать механической балерины заводная леди есть персонаж ариан а это не жена да нет да 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 чем я все подложена маленькая же там непонятно ребенок же портал как непонятно не там просто маленькая облака во втором по лицу видно же что ребенок и кстати этот обратили внимание как там фотографии или эта фотография жены же маленькая они там вполне такая девушка взял на что ребенок подросток лет двенадцати тринадцати как этот как паудр была вот примерно и возраста даже как будто постарше она помощи постарше то 18 лет там и это он подшатался видели когда блин не назову сейчас точно в каком кадре сцена есть маленькая где синджит рассказывать всю эту тему он рассказал этот бесси это и кейтлин рассказывает про то что это ради любви к вот это ради любви он крутится с капсулы вот этой который потом ей встает и двадцать пятым кадром капсула заменяется на этот он держит вот в руках бы вот прикольно он еще в первом сезоне касса рассказывал ссылка я вспомнил про то что у него была дочка и вот что-то там с ней случилось просто они за пару штрихов прикольно как они персонажу этот и мотивацию дали нормальную ну в целом всех его действий и какую-то глубину побольше кейтлин нас садили до поэзии заодно она звальнуть их по моему супер эксперты вот они как раз первым уже и пальнули он там медальон когда свой открывает не тогда за эту тему рассказа вот я начал гуглить она как только его доктор рейвик она такая я такой что это типа надо посмотреть начал гуглить там сразу вот типа тот-то тот-то тип и уже кто-то писал вот фанатских теориях еще в 2001 году там буквально несколько серий вышел там статья такая типа кто и может быть кто фанатский твой и люди сразу предполагали что синджет это вот может быть рейвиком а вот это ориана можно в пилтовере двигался до ученых по моему нет он за у нее жил и типа дочка его тоже поэтому она вза он вышел куда там какой-то там у них замес был их вот это за у нас ки и вот ее как раз там она и то ли газ вдохнула то ли что-то такое и плохо и стал но в итоге он ей все почти поменял все части тела кроме сердца вот кстати непонятно как здесь то он у нас алхимик типа мне кажется вот как раз таки витя сейчас за решает он ее замутит вот в этой механической может быть потому что в оригинальном лоре именно витя таким и занимался витя надо будет пересобирать пересоберем я просто белокси мирон я просто то что это же прямо конкретно вот сериал сейчас нынешний актуальный лор игры он переписывает вот по-другому то есть никто же вот доподлинно не знал что синджет это вот этот тип и нужно они связаны с этой из дочери так что вполне может быть что и другие персонажи подвергнутся каким-то этим нет они же уже подвергнутся ну каким-то более значительным изменениям вот виктора осмелятся ли они выпилить окончательно не смогут нет вообще это каноничные события то есть ты наверно уже прочел за это ты в курсе короче ну у них там все по-другому совершенно виктор совершенно другой персонаж я в прошлый раз говорил за это и даже в комментах чувак меня поправил ну не меня правило добавить дополнил точнее короче виктор он стремился к тому чтобы облегчить человеческий человеческую жизнь типа за счет технологического прогресса типа илон маск короче рунтеры вот и у них он типа создавал робота он создавал станки он увидел как на заводе типа просчитал что часть этих ошибок которые приводят к человеческим потерям это из-за человеческого фактора вот и он начал создавать станки эти станки типа в ноль почти уменьшили жертвы и он такой нифига себе крутой его подтягивают в алхимагическую вот эту вот технику где он знакомится с джейсом он еще сам при этом виктор удивлен типа чего подтягивать если он типа занимается техника и анимания вот я не с джейсом начинает двигаться но они не друзья то есть они коллеги часто спорят соперничают вместе обедают вместе работают но они не кенты типа не кореша потом происходит какой-то опять замес в этом зауне виктор возвращается туда и он вот открывает штуку насчет перед этого переноса разума либо он это параллельно делает короче в механизмы и он начинает спасать людей тем что типа а происходит взрыв большой часть какие часть людей типа вот этим газом отравлены он их забирает всех себе понимает что типа яд разъедает мозг останавливает это и идет к джейсу чтобы взять у него хикстековый кристалл потому что ему не хватает энергии или чего-то там своей лаборатории чтобы всех этих людей вылечить тех кого у него не получается вылечить он переносит в роботов он которых невозможно в процессе к нему также подлетает джейс разъебывает его лабораторию вот эти все люди которых он по сути спас они все из-за этого умирают адрес по вы причинить зачем лабораторию они на тот момент уже поссорились короче типа они поругались да ну и у него же хекс такой кристалл украли типа украли все-таки виктор украл же но там не было движения с этим с параллельными измерениями нет нет этого ничего не было то есть вот и вот тут уже спойлеры ну раз они сюжет они же его повторяет по сути просто изменили виктор остается в живых и он должен кинуть ответку джейсу он как бы не такую ответку там в лоре пишется что типа сам виктор утверждает что типа он не хотел там что-то там убивать разрушать он просто искал остатки кристаллов лаборатории хотел стрелять и наблюдал да 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 ну и он причем не сам залетает он каких-то пацанов там снова модернизирует и отправляет джейсу я не залетают и разъебывают его мне netflix за спойлерю да у меня только и скончилась с третьей серии 2 акта и там микро нарезка сник пик да ну что-то типа тизера там не показывали виктора но там типа виктор наша главная типа угроза теперь что-то типа такого но он реальный виктор типа ну наверняка сама его не показывали пока я просто показал ну во-первых так говорят о нем как будто вот он живой а во вторых эти вот эти типы они опять двигаются вот его подопечный я просто думал что он может живут в этом лсд нам измерения 100 может вариант вот это же мне кажется он какой-то он живет так уже как это около божественная сущность и вполне он может таким и продолжать быть вот касательно этого мне интересно о чем они говорили там про нулевую вот эту точку или как она ну типа хуже спорт на это он же там рассказывался то есть девчули они ходили когда типа горит вот эта штука создается уничтожает создается уничтожается вот вот это интересно что потому что там ну есть во первых аспекты они в космосе же двигаются вот есть космические аспекты это типа божества прям божества и у них есть фича вселяться вот выбирать всякую-то сущность типа ну человек там это может быть какой-то там я не знаю другой раз и представитель и в него вселяться и он типа становится ну забирают они его тело грубо говоря какие-то его черты остаются там лайцовые но не ну вот виктор же тоже так умеет теперь делать ну вот это вот и непонятно он либо он либо стал аспектом либо может быть его этот аспект подчинил типа кто говорил в голосе джейса он же говорит по его голосом говорит кто-то другой там есть еще один вот это непонятно это нельзя вот эта вся линия в целом джейсом кто-то же прям жестко управляет на давит у него же про какие-то эти борьба внутренние скажем так была тема если джейс сам типа дошел до до этих мыслей типа и кто-то ему там помогает а то просто у него кто-то вселился типа не ну там же есть борьба какая-то с нами и между тупой ход же ну типа джейсом кто-то управлял и в итоге он такой ровный пацан ну типа как будто тоже хреново но так и есть но да нет ну как будто было хорошо я говорю чтоб типа а что он наблюдает за всякой темы типа до этой даже натуре поменялся стал убить виктора а вот этот-то сущность она просто ему где-то помогать но типа джейсом до этого нет он когда это но теме но так наверное есть просто просто и мудро что-то приоткрыли какие-то знали или показали меня ввиду чтобы это более всего будущее показали по крайней мере на убийство его толкнула какой-то голос атака я думаю его мыслить и просто но в натуре как будто от себя говорил когда с этим общался марионетка скажем так который этот не ходил как у самсанит его назвал как у нас и вот кстати мне дико нравятся детали вот в аркейне тебе какие-то сцены не показывают на то что она такая просто закинула и да она вот загляни к даму мы что-то забыли про это показывает бах нам показывают детали вот эти сущие сущности джейса на ногах и ты понимаешь что он к нему сходил типа и вот сейчас типа происходит это уже последствия но это интересно типа такое довольно явное визуальное повествование но но я и говорю она она много здесь она просто ну это это просто переглядывая нарисовка типа какая-то один кадр но у тебя уже капец там полноценная история и у тебя в голове вот эти мысли они не мешают просмотру в этот момент да у них время я просто нет на эту тему нет если она работает и вообще легкими способами до этого доходит зачем это классно я ничего это как в этом как вот весь таймскип они нам изобразили в трех комиксовых ставках тоже все понятно кстати начало тем много времени прошло уже серии тут обла вверх и 5 м 5 мне не понравилось вот опять же вернемся вот этот фильм повестки не мне просто нравится мне не понравилось как вот этого я терялся не понравилось она и дерется блин же было уже она то что голыми руками сносит стальную челюсть мне не понравилось я клип не сорел просто я как-то просто нравится этот он точь-в-точь вот это это вот был отдельным выпуском клип и начала четвертой серии сейчас мне нравится что этот показали грубо говоря последствия то что джинкс теперь авторитет но типа такие крик свободы там типа ля и все-таки блю-блю-блю и там весь трек такой туку-туку-туку что-то мутится там нарезка классно все рисуется прямо офигенно и такой же прием в пятой типа войну час персонажи и она как дерется да то есть такое водное да вот он двух минут в этом сезоне она везде в карте прям такой сидишь вот прямо так такой я тему к ним но здесь они лучше сделали то есть вот в первых трех вот прям в первых двух по моему это было меня прям выбесила эта фигня то есть вот играет вот этот все хотят стать моим врагом и потом вот начинается заставка идет после этого начинается серия и снова какой-то клепешник ну вы чё типа снова под музон ну типа как-то мне ударило по ушам я понимаю просто это такой довольно простой на поверхность его кто-то может счесть ленивым но как по мне он наоборот такой нет нет мне именно значит дело не изящный в своем этом я понимаю что именно под музыку ты имеешь он грубо сделан в том плане то что вы типа либо у заставки музончик уберите тогда вот как-то либо сделайте либо эту заставку оттяните а потом вообще на самом деле часть маркетингового хода групп которые исполняют песни чтобы у них типа был а-ля готовый клип он имеет виду что я имею ввиду технически можно просто по несколько сцен дайте нормально царя молчаливых вот ну блин видишь тут просто по хрону уже как смонтировали вот я вот просто есть же функция пропустить этот интро и тогда у тебя вообще все интро вообще пропускаю ну то есть первые два раза его посмотрел классно по я не про это такая шикарная женщина сидит на вот но это но вот в первых двух и мне это не понравилось вот во вторых во второй тройке там классно смотришь там они этот клепешник в начало ставят он доигрывает начинается тишина и потом бат заставка пошла а после уже нормальные эти обычные сцены диалоговые вот я чем-то не я понял это уже так знаешь я понял ну ладно каждый хочет стать моим минус балл монтажеру это просто мы же в целом обсуждали этот как как решение так донести часть событий вот решение дал и как по мне очень-очень у меня 5 больше понравилось бухает там дерется дерется и они еще падают все в одном этом продолжают друг другу киберпак напомнила как будто один и тот человек смонтировал вот это где вы начинает там тоже вот это и отсылка отводит не ну тема там даже классные помутнения когда она она танцует в клубе шники и видит типа кейтлин это же тоже драма по сути и она орет бьет эту грушу в зеркало смотрится орет максимально состояние и понимаешь душевно эмальский стиль я как-то заорал эмальский стиль я достала черные волосы ходят эмальский железную ломает человеку железную челюсть офигенный момент мне очень понравился этот он мне напомнил это короче прием ахиллеса с этим с гектором с патрокло типа этот переодевание нет ну переодевание некая когда это иша джинкс пошла и ты такой палец прикольный есть потом это лицо показывает она по как символ как вообще в целом вот это ее подражание обожание и одержимость ну блин жесткой этот боком вышло так но классно их вот вроде бы не так много же они взаимодействуют друг с другом и вели не так давно но они притерлись ну нормально ощущается то что они которые сблизились и нет такого что слишком быстро это произошло сколько все время не предошло мне говорили на месяца два-три это кончено что кейтлин говорит там вот вот эти месяцы типа мы уже пил товар типа внедрил внедрился в освобождение зауна несколько месяцев два-три месяца химия между ними и вот джинкс мне нравится то что она во-первых джинкс сама то что смягчилась и такая стала мамочкой ну она вот вот эта заботливость человечность и так далее и какой-то стабильность большее успокоение мне как бы нравится безумная джинкс она как она этим в принципе изначально же и цепляет своим как персонаж интересно но вот это ее сторона тоже вкатывает мне тоже нравится ну там прикольно вставили даже опять же визуально когда там какие-то упоминания делаются но уже меньшего она даже этот да но типа все равно есть она уже и на и на имя powder не триггерится даже когда другие упоминают и она сама же в первый раз она такая вот типа раньше типа меня там звали powder типа как давно она открыто сказала признала как будто принялась и она же наоборот здесь даже говорит ну то есть она же в тень ушла и она такая джинкс все теперь джинкс умерла там что-то висит маска или пистолет что-то весело вот у них в убежище типа она не занимается джинксовскими делами и она вот это еще говорит ну типа джинкс мертва прикольно что вы всегда у него было powder больше нет а теперь вот вот так перемена всем привет я герой там да 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 вот это кстати это прям прикольно смешные пара просто это такая ну типа сразу такая серьезная тема все рукой так трогают вот это мне очень понравилось она же такая прям кайф и главный герой перевели там а там big fat hero и она уходит несколько раз такая ну типа вот я же я же герой рисовка в очередной раз пацаны тема прям вообще все классно рисовка дурная акционально вообще все где блин просто пара ночных сценах особенно я еще на большом телеке смотрю в этот раз и прям вообще кайф и прям все читается блин прям браво короче я помощи в восторге дичайшим я вот вернусь назад чуть не вот кстати кажется что она должна еще больше сейчас поехать то головой после этого смерти варве варвика второй раз ну типа вот после этого выстрела блин непонятно на самом деле но как будто они типа успокоили персонажа который строится ну славится чисто своим безумием я думаю что будет психологически словом какой-то очередной но она может быть не не по отношению уже к другим предыдущим типа каким-то новым будут и не по отношению к вайда зубы и не кейтлин вот эту мне кажется вот это примирение она уже ну его опять рвать но типа очень странно будет но вообще на тебя орет со взрывов у нее приколюха есть вот второй персонаж зикс и они даже к нам закорешились и вот если джинкс ну в игре она орет именно со взрывов просто и все равно какие последствия люди не люди там типа она вот террорист конкретный вот этот зикс это кстати в каноне опять же они были с хеймер дингером коллеги и он одни одной расы да и отличие да 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 вот то этот просто орет со взрывов и у них тоже этот со взрывов и он думает о безопасности это ему главное чтобы взрыв был побольше и чтобы никого не заделать джинкс все равно типа на эту тему и они даже к нам разошлись вот из-за этого джинкс они сошлись что там тусили вместе и они взрывали одно здание зикс такой типа надо эвакуировать людей анка нет говорит зачем типа но это как это же типа этот люди не год мне все равно и типа они взорвались язык спал выкатил тогда дню но кстати вот про это про него тоже были эти теории что может добавить кто-то писал еще там в первом сезоне а его как хотели вот ну вот в теории не обязательно не просто да нет вряд ли на тип тут хеймер дингерса кстати их не было да во все эти требования бы вот непонятно чем секу из они застряли где-то там они же типа наверное внук примерно в одно место выглядели все трое если с джейсом вот так произошло то что с ними вот интересно но эко должен научиться время возвращать вам говорил вот но это прикольно если сейчас он типа выйдет но нет он он именно с шариками с прибором он это делает он не сам по себе как и там ненадолго да он не может быть такого что надо у него 5 секунд или три секунды что-то все живые там у него даже вот этого не ну раньше в лоле типа когда персонажи упускают по ему трейлер делают такой вот как стилистике мультфильма как только чуть подешевле айпекс любит и вот и там у него говорится типа люди там ценят часы там для кого-то важны годы а мне типа нужны секунды ну не дословно имеется и вот он дергает от свой прибор и назад возвращается и он вечно на эту картину кстати смотрит она оттуда идет вот где видели она у них там нарисованы все эти персонажи которые умерли и наверху там и как она в его трейлере она вся разрушена там есть только вот эти четыре героя которые его друзья детства джинкс там воевать как часто он дергает прибор сейчас скажу ну где-то откатами на секунд 20 но уже с часами еще с первой всего двигается муж как ее их муть помнишь вот это часы были по-моему я помню что с ними возился и в лавке по моему часы и вот и на цепочке овощи мне напоминают из шамана кинка ледяного вот этого пусть кто смотрел шаман старый ледяной там был у него был этот фурелку был в сноуборде короче вот он не жестко напоминаю чем потому что эко во-первых он чернокожий во-вторых у него белые волосы в третьих он каких сноуборде джима синие борзов катался не у него такие бы не улетены и он белый сам по себе чувака кстати этот про белые волосы мне нравится то что давно все соединилось визуализация во первых вот этих чертогов разума ну космическая ты греш тема да у виктора у виктор не у виктора он получается наблюдает вам видели вот космос нет когда то что все кого он видит они все с белыми волосами даже когда вандера нашел они все в таких других образах и то что он со sky поливает вот это походу sky когда этот это подруга да я помню когда ее аннигилировал они наверное как-то типа слились у них сознание это ты думаешь это не его загона а мне кажется ну блин может быть и загона мне кажется это просто часть какая-то внедренной личности может какая-то более приземляющего человеческая вот это просто аркейн забрал типа и она там тусуют и прям тусуется как будто да он не похож на чувака который съехал он как будто вот из всех персонажей у него буль-моль самая не так съехал что он не осознает и не понимает она им управляет ну по идее а так что типа ну как как часть его я я это больше как как часть его сознание считал там как будто не ну типа я бы с тобой согласился если там знаешь прям показатель процесс горевания тому что не часто вспоминать ну блин это же такое по идее не но она тихая была тихая да я говорю вот он более опасно стабильный персонаж был и вот тут мне кажется что это именно типа фишки от этого аркейны что он там то она двигается в этом мире просто он слишком она прям как этот она и влияет на его решение и советуется он с ней она же всегда рядом она каждый раз когда она же даже вандера когда он встречает ангел типа это обасян он такой нет это того стоит постоянно диалог у них идет как-то для просто женщины которые там тусуются пусть и подруга как-то многовато влияние может он достал оттуда когда типа залетел вот тоже тоже нам было показательное блин непонятно можно объяснять вайбы я берсерка когда этот когда он залез к этому клан дыру башку и много голов там было красных сущный зверя да вот многим много зверей там было они такие все там переливаются что-то этот ну типа здесь у них нормально там сможет все красно я бы что-то берсерк сразу помню затмение докадает глаз когда за штаны же и предъявили и она такая потом едет и не может это из головы выкинуть такого чё типа не так с моими штанами по идее движка гермиона с роном когда в гринготт заходили вот но там как-то лишь там у них этот я подумал о том что опять же доебаться чтобы доебаться этот ни документов ничего не проверяют они все в закрытых масках и она такая хоп зашла туда спокойно прошла ну понятно что там все взорвали все этот ну там в тюрьме типа с этим и в тюрьме и ну то есть она вот села вот в эту фигню у нее одежда не по размеру ну то есть вот этот еще сидит за чем-то там губы облизывает типа подкатил к ней она сидит к дома даже да причем я тоже подуму с факом тема офигенно дважды причем с факом клавера офигенно когда пальца нет и просто показывает такую а я капец там угарнул пойти но сам ход я уверен они его просто лениво придумали жены типа просто лень это сценаристов было прочее про вот это то что она переоденется и возьмёт уйти по она и арестовать облизываться да мне почему вполне логично типа это настолько там же супер же во-первых закрытая во вторых жесткое учреждение у них не проникновение не побегов там ничего не бывает то есть там недопустимо чтобы кто-то мог такое замутить они же даже и когда когда встретили от когда да да конечно джинкс взяла сюда и типа и пришла там за стены к нам я согласен что все типа классно вот этот ход с переодеванием ничего не конкретно джинкс а кто-то ну вообще в целом даже это ну пацанов но тема то что этот когда переглядывали с амбесой и в очередной раз показывают что амбеса такая реально прям прожженная жизнь опытный здесь человек когда она потом стоит и такая вспоминает эту тему играет по моему там но она прям жесткая даже когда это барбик вот кстати интересно как она вызвала как выжила . как выжила да она просто вот так лицом встретил маску непонятно лучше типа наверное просто несся и особо не этот не стремясь вообще всех разорвать там он пацанов порезал эти когда жестко там потом когда кейтен приходит же там показывает его путь и там типа все в крови на всех у нас же что-то наверно успела сделать из разряда там она выставила меч или чем они еще могли джинкс против него стоит нормально я ну джинкс она необычный об этом поговорим а так вообще вот амбеса у нее короче цепи вообще типа вот ею в ло уже добавили я думал да она сейчас их достанет я буду цепиться она вот какой-то тизери были какой-то тизери были с этим как двузубец короче какой-то скажем так так он держит на вот так кто-то там apix смотрел это как реликвия да наверное этот жесткая на то что вот он едет на этой на моно рельсе и она вообще ну понятно что там какая-то херь вообще неведомо она такая молча просто маску надевает меч достает очень без попыток даже там выкатить куда-то хотя ей-то по идее ну типа там было время уйти зачем этот замес сынок смотрел папа кто это это обороте и как раз это глаза открывается красный 1 когда полиза он кстати на это как будто слишком амбальные для этой водки но его поднял показу дал гонетки прям весь такой а тут типа он кстати он наоборот знаю вот когда его показывали висячего и под ну когда он бегал больше мне казалось что он больше а когда вот он уже в более такому людском обличии просто он тусуется лежит где-то он в целом не особо и амбальный мне кажется они просто все равно на пропорции ну типа они где-то там ставят там стиль сика же позволяет все равно все ты говорил да про это рисовку да как он говорил офигенно субъективный взгляд варлика то что дерзко стилистически сделать вообще то что они тут намного больше же этих перемен рисовок чем в первом сезон скопа мне капец вот это тоже красиво вы знаете да сцена самая первая первом акте в первой серии когда кейтлин хоронит мать вся сцена нарисована этим древесным углем какие-то нечего потом акварельки вставляли вот акварель да они вся всякую разную тему скорей и вот этого во концове когда еще умирает дорамная дорожда рама да тоже классно она точно типа умирает вы думаете мне кажется да как там невозможно выжить капец так нет но она снизу вот-вот мне там прям взрыв же мне так кажется от него там просто там и как будто и на них полетела волна это вот кажется второй скилл кстати этой джинкс убирать нет с пистолета на 8 лучом стреляет но он в игре не такой си заряжает типа там не защитно просто типа как у фениксона и замедляет так в целом вы вообще довольны этим примирением сестер да да капец как вообще не добирается мне очень понравилось мне как бы не нравится мне нравится короче то что она наконец-то закрылась вот эта линия и все мы сосредоточились на другое смотрели не получается но в плане ну они по-другому сейчас похаваются если вот если они похаваются блин все классно вообще не думаю они не если и похаваются тоже не даты не добраться будет просто ссора такая вот между типа я должна убить его джинкс что-то такая на эмоциях говорит надо пойти типа увидим дроне так нельзя да ты всегда там что-то это я такая пойду с тобой просто они же здесь это они же прям казалось бы типа сну стремительно вообще они перешли от вражды к вообще к воссоединению но на самом деле тоже классно сделали то что вандер вандер остался жив и как бы вот основная причина их раскова ну помимо друзей ладно она закрылась и тут как бы конфликт у них все логично почти исчерпался а почему мне не нравится как-то сделать мне в целом просто не нравится вот сама вот этот ход если они не посрутся понял да хоть то типа ну вот я щас объясню смысл мне короче нравится чтобы вот игровой таймлайн не менялся и типа вот эти штуки что чипа не противостояние так и оставалось противоречишь сам себе ты до этого говорил что этот конфликт тянется 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 его никак не могут разрешить надо убивать жизнь теперь тебе дали вот так вот типа а ты хочешь чтобы они опять разозрались и противостояли нет я тебе говорю этот они смогут не им же не обязательно ходить и ловить друг друга весь сериал типа они могут там тебя просто к это своими делами заниматься своей будет наверное но вот я тебе говорю к этому скорее всего и придет типа в конце если говорю к этому не придет что типа него они вот дружная мне еще понравилось как они за параллели за параллели фразу вот это он он же и твой отец тоже типа она же и на нас на это поймала а потом она стоит такая ну типа погнали погнали обнимемся вроде как бы мыльно соплива вот именно объятия но этот у меня прям зашевелилась что-то и не проследил общение но я такой да это прям очень четенько меня мураши прям были трогательно и вот этот весь сегмент вандеров ских воспоминаний сил какого силу респект с письмом да не из письма никогда вот и он там они сидели они тоже вот классно что они по сути химия грамма до закрыли вот эту линию конфликт ну то есть они линию силку ну нам нормально и попрощались с персонажем и расставили все силка очень точки на да и у них на в чем все был конфликт вот я не помню сразу вспомнить почему они ссылка разошлись ссылка хотел мира а тот типа хотел биться или как-то нет там какое-то прям предательство как вот вот я тоже помню что предательство я помню что в воде там он поможет топил его типа ну я так понимаю что этот он же говорит типа переклинила его вот когда умерла подрыв ну мать этих вандера переклинил да да она кстати их подруга бандер все-таки не родной отец я так и не мог понять но теперь я кажется мне кажется нет потому что я сначала тоже думал 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 потом во первых показывать чувака несколько раз вот который первый заходил да 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 не домой приходит вместе и когда вай только вот как раз там он этот стоит и она когда говорит я залетела он такой и типа как вот кону по моему как он отреагировал она такая ну типа я им я не помню что на ему 3 но типа не вандер он просто как приемный больше меня просто это мы же не знали первая сцена же нам рисует вандера как будто они ну можно подумать что они впервые на мосту встретились когда они маленькие когда родители умирают самый первом сезоне садирасен как будто просто они его встретили вот он начал о них заботиться а тут прикольно что он самого с пеленок очень намного укрепляет больших сверху кажется что от вандера а на самом деле от матушки она же дает эти поведения намного больше связь укрепляется то что он назвал вай ну типа тут прям знаешь такой отец отец линия хорошая странно тоже что вот какой-то кореш выбрал имя хотят там батя есть выбрал уже подсказал типа просто понятный вариант но они возьмем я вот и жду типа есть так подумать сцена чуть такая смущающая ну типа два мужичка типа вот это не но в целом может быть братан типа так что вот силка в андре эти они же намного более близки чем она со своим мужем условно она просто с ним где-то затусила залетела потом они вместе воспитывали детей нет ну это да это уже детали этим не старается с какой стороны типа подали именно почему силка и вандер типа мутили все вот эта мотивация типа она как будто тоже послужим карабаре перестроить города вы типа сделайте этот мир лучше типа с точки зрения того что сейчас опасно но выйти поисправить мне это больше оправдала то что силка за джинкс начал за один джинкс начал тоже отчасти да может в первых соним это подумал потому что это будет как больше как жесть мести ну типа вот я тебя завалил и ушел в то в то он изначально и был больше как же сместим никогос а теперь это поменялось да потому что он тоже но теперь да она же еще в первом сезоне же по идее я вот говорю ну мы не застелила наверное вот это глаза что типа ну я все это время думал как понятно что у него есть привязанность да но я думал какая-то нездоровая а теперь это празднеем за себя жестко и рамки сезоне там уже прям любовь брата ну типа там видно что он они даже когда она изранена он ее привозит к этому ксин джон ну я там даже какие-то педофильские наклонности вот так изначально это было как этот я замучил оружие да 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 как оружие а потом прям явная привязанность таким насилка в первом соним жестко отец дочь и дочь и отец вообще ну типа у меня вот так явно не станут а я не ладил ты знаешь никогда типа он силу щеглушка ее забирает а когда именно типа она вырастает я такой в некоторых моментах думают к блин ну типа то не то это не это ты сейчас на себя опять обрушить опять до огни вообще тема с джинкс на этот многие свои темы прям реально закрыла там вот даже опять же ксилку потому что носит общается может кто-то не понял вот то что вот это мельтешило я сразу понял что это на кресло так могу вот эта фраза кстати очень показательная она же говорит ты появилась и я как будто надела очки до сих пор не понимаете все стало четче или наоборот как раз она умерла участка у нее как раз вот этот период идет сейчас загону сейчас она снова начнет какой-то до адаптации но не по отношению к вами но мне то что пока что там может быть уже войны на полет что-нибудь или да уже его и как бы она же даже вот уже когда вместе дать по стану на же остановил ее чтоб она не побежала за этой за ищи может она прикинь за это придет до меня но этот мне кажется не казино вы сюда не поле взять вообще зачем взорвала вот это вообще же бред какой-то чему но она знает что вот этот варвик типа это батя джинкс не но нас видишь что он все уже за натуру что этот гонит он уже страшно она поняла наверное что никто из них типа не сможет с ними что сделать он там кромсает всех и еще вот так там же выстраивается линия что он сейчас если побежит туда то уже к ним опять же видишь типа про образ матери скажем так я буду как мама типа я за решают здесь прямо такой нет но это видишь это все равно странный какой-то жест в плане у джинкс в первом сезоне было понятно почему она так сделано хотела спасти там бомба да у него научилась типа участвовать хотя вот а вот у этой ищи типа когда ты знаешь что это воду батя твой дедушка условно назовем вот ну типа пойти взять завалить гонящего дедушку хотя ты ну типа все знают что он гонит но не знаю и все как-то понимаете что не же чуть-чуть вот эти какие-то тоже странные вообще попытки действовать типа вместо джинкс они живут и прослеживаются как раз она же и сподвигает типа будь вернись типа вот возглав сопротивление и так далее пистолет и тусует потом вместо нее идет вот эту атаку мутит ну заявляет как бы себя и тут как бы ну тоже решила взять на себя какую-то это тоже странно видишь что типа так то они там там нахсианские солдаты которые точно против них и вот вот этот гонящий дед бухой дед который непонятно типа против них или не ну про варвика ну типа и вот это ниша она выбирает типа заполить бухого деда вместо вот вместо нахсианских солдат кстати вот я думал когда на стол зла на типа вот сейчас либо в них это порешает либо этот ну мои мысли были такие она вот варвика хочу у вайтер перчей нету получается вот такие же джей сделал их наверно новые сделать не так этот шарик она же забрала у него это это шарики же у джинк всегда были она же прям несколько нет нет там была деталь короче такая она посмотрела сказал оружие оставь на газа генула он начал но он там мерцал погас и она на него палит и там вот следующий кадр она вот так вот руку убирает там короче как за пактами и она руку вот так вот убирает и бежит короче за ними я подумал там просто выкл нажали она получается вытащила она вытащила ну получается их же 2 на хекста поэтому надо туда в итоге она втыкает туда да одну получается которую джинкс было и еще 2 туда закидывает и чё вай получать все это взорвался шарик по сути этот наверное джейс не ночей просто шарики разобраться просто шарики вставить по идее джейс копец гонит блин так и по моему перчи она новые сделала они же черные у нее что такое нет покрасила ну сделайте на их не могла точно они просто поменьше сила их вот ну они измененные но от первых точно они поменьше вот это вторые мусорские же у них были это они они есть да на вообще арусом грязи это когда они не показывают короче как она снимает перчи просто звуком и вот этим дымом ты такой а когда они зарубились это из джинкс когда на и провоцировал там же так был давно люди было так так было да но этот вот когда она письмо читала там еще что ты ты постоянно слышит от звуки звук удара ну падение типа и ты такой снялась и все и дальше кадр просто она что уже рукой там мультипает не знаю я тебе получаю удовольствие какой-то внутри себя этим молодцы типа не надо показывать каким-то в общем среднем плану круто ли блан все-таки твои показали получается потому что вот эти клонирование типов этого конкретно ее способность да ну вот вот арабак раскидал живот супер эксперт брат же этой брат мыл его же нету типа не существует это же вот она там же показывают через отражение и она себя же вроде клонирует там вот этот супер эксперт раскидывал же по-моему на кого угодно с кем она взаимодействовала может клонировать типа потому что там этот есть блин она какой-то видос натыкался на клонирует или превращается если ли блан короче глава вот этого она может создавать клоны вообще с этими потому что есть картинки в каком-то видосе были она сидит там как будто совещание какой-то на в центре сидит и вторая картинка через отражение стола тут все разные типа люди и многих в отражении стола это все типа все она молча тоже да что-то имеет умел тоже способности какие-то вот либо пробудились либо всегда были всегда были мне потому что блин или под нашими видосами писали ну под этим под одним из моих про рекей комментарий либо где-то я натыкался когда джинкс взрывает же башню совета кто-то ну докапывался что какого фига типа выжила мэл вообще она стояла прямо у окна как она могла выжить и кто-то писал что в момент взрыва был звук создание какого-то барьера типа есть какие-то ну какой то есть звук создания барьера может у вас типа защита и вот она типа включила тогда все логично что она типа смогла выжить же тоже выжил они же вместе они рядом стоят но она по ходу всех их закрыл а вот это то что говорил брат и и про ребенка типа ваша мама родила там вот-вот это она по ходу есть может какой-то ритуал делали как обмене не имею дубайте получается который на картинке у них на фотке это не родной батя под каблук это непонятно это непонятно что за ребенок она же горит в какой-то базилики она чё-то там тусовалась базилика это есть вот со знатью типа походу это есть черная роза дешевая но она не это не про мэл то есть вот была мэл ну какой еще какой-то ребенок думаешь нет нет это как между ними двумя как я понял я так я понял что еще какой-то ребенок и вот брата проверяли тему и брат он типа не законал и вот теперь типа очередь мэл пришла вот так как будто логично вот огне но она же рассказываешь просто что они не родные типа вы имеете нет они они ну папа она получается уже не родные наше мать это наша мать это тусовалась это на нее не похоже да 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 просто мне показалось что вот это либо он она и говорит вот когда она ее атакует животное она играть сестра вот там тоже рисовка и сестра это либо типа просто обращение сестра ну типа как вот это тоже либо этого типа эта прямая связь я возьму узнаешь여 спла на ну вот я игролирует по вашей обращению типа брат я почем подумал ланке ну либо вот прямая связь упала ничего это же просто как у нас сидим братан братан может быть и, ну типа братан и сестра ну чуть-чуть счет нет сестра я имею дуне как типа вот девчатAS т trainer как и струха простого то что вот они же ведь мы то есть она не могу я и говорю это одна из версий это может быть тогда она же не состоит в ордене, если бы она была, тогда это понятное обращение. Может быть, они так мутят своих вот этих. Ну, двоякое обращение, понимаешь? Мне кажется, якобы явный какой-то Ковен присутствует в родословном Мэл. Вот этих всех. И она поэтому сестрой ее называет. Может быть, вот эта вот Амбеса хотела, наоборот, себе какую-то вот, чтобы у них в роду был мак какой-то, да. И вот она вот туда залетела. Она помешана. Базилик, в котором сидели. Похавать. Похавать. А там черная вот эта черная роза. И она вот Ну, мне это считалось, как еще один ребенок. Типа у них просто какой-то... У нее есть левый Кекус или Кекусиня, про которую ни брат, ни Мэл не знают. Вообще вот ни разу не подумал. Сразу подумал на Мэл. Почему еще можно подумать, почему Мэл является в яком... Вот в явном этом Ковене каком-то. То, что она в этой тюрьме, которая, мне кажется, не тюрьма, она видела знаки и сама поняла, что где нажимать. Ну, типа, что-то внутреннее. Она, возможно, типа, придирится. Она же нарисовала вот это. Ну, вот схема. Она нарисовала. Она просто сидит и такая... Да я не знаю. Говорит, просто что-то нарисовала. Как Алая Ведьма, пацаны. Вот тот же самый троп-сужетный. Но это видишь, это инстинктивно ждет у нее в данном случае. Как Вижен и Алая Ведьма. Она же тоже там вот эта свои способности. Алая Ведьма инстинктивно. Я бы больше, знаешь, другой пример бы привел. Типа, не могу сказать, кого как-то... Хайрат Нуртас и Дельна Сахмадиевна. Нет, это где-то в каком-то фильме было, когда ты видишь какие-то головоломки, типа, ты палишь на них. Ни в одном фильме. Возможно. Что-то я хотел быстро сказать. Ну, я имею в виду, что, короче, инстинктивная какая-то у нее тема присутствует. Только, типа, эти могут разобрать эту фигню, короче. Вот, ну, так и есть же, типа, вот Алая Ведьма. Ну, блин, не знаю, не совсем. Я не про это больше. Мне теперь кажется, самым более, наиболее логичным вариантом вообще теперь умереть становится Варвик. Как раз вот они этот, он замутился, типа, более злым, а не доброй версией. А ты же говорил, а мы пересоберем. Нет, 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 он про Варвика еще говорил. Но я не думаю, что его в добрую версию соберут. Мы когда ехали просто... Да, нет, там есть кадр, просто что он опять в колбе в какой-то, и над ним этот синджет опять что-то там колдует. Ну, не в этом сезоне, скорее всего. Нет, то есть то, что он выжил здесь, то есть то, что он здесь выжил, это бесспорно. Я имею в виду, его замутят, вот это его превратят в оружие, он будет на стороне этих выступать МБС и так далее, и от кого-то и сестер, типа, будет логично, если он умрет. Ну, последнюю фразу Куинькини, типа, он последний раз их узнает. Я люблю тебя, да. Ну, типа, да, и все. Вот так он волком встанет, наверное, они ему голову волка прикрутят. Может быть. Сейчас. Да, вот когда он в колбе какой-то был. А, ну, может быть. Я думал, что вот он после вот этого взрыва красная жижа на него пошла. А, ну, то есть это такая усилица, есть же еще метафорическая смерть, смерть личности, да, короче, окончательно. Да, это, скорее всего, будет смерть личности. Ну, и то. Смотри, он в этом в своем лоре 2017 года. Он, типа, около легенды, он тоже по-заому двигается, там, типа, за него там слухи, типа, а, вот какой-то монстр, какой-то кошмар. Я говорю, меня убить, да? Да, да, он говорит, этот... Ну, да ты знаешь эти приемы. Серьезно, да, Горис? Да нет, это вот это, Ольга от... А? Я реплики хоккей. Типа, он Вита говорит, ну, да ты знаешь эти приемы. А Джинксон говорит, ты тоже там была. Меня убить. Короче, Витя будет дизелить, получается, вот этих всех пацанов он собирает. Кстати, эффектно сделали то, что у них всех... Да, да, да. Среды от пальцев. Даже у этого, у Вандера осталось... Да, да, да. Буквально только прикоснулся и осталось. Блин, жалко вот это, офигенная тема. Классно подводили вообще, вот, в этой серии. Что все хорошо, типа, там, классно. Ну, вот так и не могло быть. И просто Джейс такой... Что-то такое идет. Ну, прям в моменте они даже порадовались, там, минуту. Ну, просто было бы это... Тут и исцелили Вандера, все вдруг мирно, зажили счастливо. Ну, типа... Не, это круто, бесспорно. Я имею в виду, просто персонажей жалко. Если бы, опять же, воткнуться в ситуацию. Вторжение Ноксуса какое-то замутить, ну, типа, политическую интригу, типа, Нокс против, ну, хотя по лору нет. Я подумал, кстати, на этот, на пару мгновений, когда в начале 6-й или 5-й серии Кейтлин на корабле где-то этот тренируется с этой самбесси. Там еще синджи туда, на лодке. Они просто из тюрьмы, типа, выкатывали. Потому что там или корабли возле города стоят просто, и там как база ее. А я подумал, что они плывут куда-то, и вот куда-то заплывает. Я думаю, а, нифига, ничего, все-таки покажешь. Сейчас там Нокс, не Нокс. А в итоге просто так оказалось. Я временной промежуток не понимаю, кстати. Там вот суперэксперт меня поправил. Ну, грамм, это за несколько, типа, многих... До своего, да, типа, а как они... Кого-то не существует еще. Вот, ну, типа... Нет, ну, своим по-любому существует, но он скорее лолоса. А какие-то персонажи ты имеешь? А каких-то лол-лол персонажей еще не существует? Типа, они еще не стали сами с собой. А, типа, это задолго до пресходил. Ориджин, да, типа, скажем так. Вот-вот. А предориджин даже. Потому что у Свейна офигенная история ее вот так же можно раскачать. Но я бы вот про Кайсу посмотрел. У Кайсы там вообще, типа, безумие там. Типа, вот у них в мире вот этого рунтеры, есть бездна, типа, какая-то и оттуда всякие там монстры ползут, которые там тебя и меняют. Как дизонор? Типа, данжены какие-то. Типа, наверное... Нет, дизонор там так дороже. Безда там есть. Ну, никто оттуда не ползет, но бездна там есть. А нет, а там вот там, типа, тоже свой мир какой-то подземный этот. Нет, ну, это тогда как это, как очень странные дела. Да. Или очень страшный. И вот и у Кайсы у нее, короче, веном, и же свой двигается на ней. Такая тема. Там потом есть Рикса и персонажи. И вот можно это показать, но это совершенно другой регион. Это Шурима. Там он с этим, с древним Египтом, короче, связан. Ну, тебя им вдохновлялись плотно. Стилистика древнего Египта, короче. Вот, но я бы посмотрел вот на Ноксус. И, скорее всего, мне кажется, в следующем будет Ноксус. Либо Ноксус и с этим они воевали, как он. Вначале я говорил, Варвик, он, типа, надизлил в этом регионе, за это его богиня превратила в волк. Трандуилл, который это. Который норвежский название. Не-не, не норвежская. Это, короче, вот японская тематика. Скорее всего, ее добавят. Перед тем, как эта Джинкс зашла, Вай палила же на этот рисунок. Там, где этот. Она такая, типа. Да-да-да. Где Джинкс стоит, вандер, рисунок. И Вай такая поворачивается на Джинкс. Я вот такая, типа, хрен ли я сделаю, короче. Меня любят. Ну, да, прикольно вот эта деталька такая. Хейтерс гонна хейт. Но все равно мне не особо нравится, что из Джинкс какой-то символ вот такого делаю доброго. Ну, пытается же сделать, но не особо получается же у них. Нет, я имею в виду не для нас, для зрителей. Вот там в мульте, типа, она, типа, символ революции. Типа, настолько, типа, что она сделала такого, да, что прям символ революции. По сути, она же и начала, ну, типа. Не, ну, по сути, да. Ну, бросила вызов, вот. Ну, типа, проявила смелость, скажем так, в открытую. Она же, вот эти же ее темы взорвались. Нет, ну, да, но, наверное, просто люди не знают за то, что она вот эту ракету в конце первой сезона пустила. По сути же, вот с этого и начиная с события. Кстати, вот опять же, хейтеры... Хейтеры никто не сказал про это. Про то, что вот персонажи Джинкс и Вай, в чем их функция, они начали войну между Пилтовером и Зауном. Но тут тоже можно было уже на этом закончить и перейти к каким-то гурминерам. Да они надоели, вот эти свои конфликты. Он вот все продолжается, продолжается. И вот теперь его закончили. Но, блин, лучше бы он продолжал. Лучше бы его вернули, да. Этот. Мне, кстати, этот. Может, вы сейчас мне откроете истину. Но меня она раздражила, короче, один момент. Это этот. То, что Кейтлин слишком быстро, короче, свои вот эти диктаторские наклонности сменила, просто встретив Вай вот в этом, в каньоне. Она капкейк сказала. Это триггерное слово. Нет, это вот она просто, типа, забатилась на то, что вот она ее отца спасает там и так далее. Да нет, любит, наверное, она просто ее. Понятно, что любит, но просто слишком, короче, как-то... Они вот, она топила, топила, топила. Понятно, что методы Амбессы ее, типа, перестали устраивать. А там, кстати, показали, что ее методы перестали устраивать? Или нет? Там просто в общении всегда она такая... Ну, там просто в общении, взгляды, переглядки. Палит на нее такая, с такой агрессией. Она просто, когда ее привела, я такой понимаю, что, типа, либо она в натуре гнет свою линию вот эту, ну, гонила, либо они сейчас замутили какую-то эту фишку, что, типа, договорились. Но как-то слишком резво они договорились. То они, ну, ладно, не душа в душу, но ходили, общались, вот планировали, за Джинксона охотилась, вот атаку это планировали. Ну, вот, кстати, да, почему? Баха, она сразу как-то... Да не знаю, но странновато мне вот это... Просто это тоже нестабильное у нее было состояние у Кейтлин. На эмоциях все делала, тут тоже подуспокоилась два месяца. Нет, ну, с другой стороны, там, вон, девчуля двигается, которая мать твою завалила, и ты вдруг такой, типа, будем спасать твоего отца. Ну, чуть-чуть странновато, может быть, да. Не знаю, мне ровно показалось. Просто нам этот, ну, ладно, нам и не показали диалог их полностью. Как они... О чем они поговорили? Может, там что-то было? Может, она обещалась Джинкс отдать ей? Нет. Это что продолжит, да, твою любимую эту... Мою химию между... Самая лучшая история в мире. Ну, просто любит она ее. Вот это... Да люблю я тебя! Режули ее не устраивает, как партнер. Да. Ну, Режули же надрачивает на нее там. Режули вообще, она еще не совершеннолетняя. И на Вай же она надрачивала тоже там... У них краничок будет. Возможно. Да не, Вай просто убьет ее. Ну, ладно, не убьет просто. Да ничего не будет, просто я же буду, забуду, наверное, скорее всего. Мне ваш капец интересен, что будет в трех сериях сейчас. Понятно, что война, вот какой-то замес с Виктором, но... Ну, Джейса раскроет. Учитывая, как нам пихают, сколько событий в три серии смогли запихать. Что там нам еще дадут? И какого уровня будет драматическая концовка, которые обещали, что там все, типа... Если тут разъеб, типа, то там разъеб x46 должен быть. Так говорили. Что это может быть? Вот мне очень интересно. Сама, что они вот это разъеб и имели в виду. Какого-то не этот... Ну, что вот на... Тем, кто не смотрел, ой, не играл, тем, кто не знает, да. Варвик? Варвик умер, типа, Виктор умер. И все такие, а, ебать. Ну, я охуел в этот момент, когда вот это произошло, типа, я такой, и вы пидарасы, вы что делаете? Не, ну, Витя, вот... И потом я вспомнил, вот, за весь вот этот движ Виктора, и типа, и Джейса, и такой, а, нет, значит, типа, не умрет. И потом я к тебе прихожу вот сюда, и... Не, ну, может, ты умрет, потому что это просто так, знаешь... Может, это, ну, это обманка. Или обманка, или вот просто построили повествование так, что вот пока все, типа, ну, типа, очень толсто, но... Очень тонко, но привязано к основному лору. Вот именно Джейс Виктор. Ну, типа, они просто поменяли ролик. Если все равно вот этот негатив рвется, да? Конечно. Это очень толсто. Без понтовых. Вот так прямо все в лоб, вообще все переделали. Все переделали, бля, пидарасы нам. А соевые, довольные, вон.